К чему это привело? Привело к выпуску своих функций, в том числе и свои валюты, и третье, через это, как мы эту валюту уже интегрировали, их деятельность интегрировали в блокчейн, что это принесло уже и как мы дальше развиваемся. С 2007 года я из Москвы переехал в маленькую деревню, обычно тоже со всеми проблемами, совхозы развалились, все закрывалось, все разваливалось, поля зарастали, в больнице, в деревне жило 7, 8, потом 9, 9 стариков, мне повезло, я не стал старухам объяснять, как там правильно жить, а наоборот интегрировался сам. И от них стал больше получать. То есть мы с ними подружились, и это дало некую связку или объединение. Стали мы лечить сельсовет по уборке снега, по освещению, по ремонту дорог и прочее. То есть достаточно было 10 стариков-инвалидов, которые смогли побороть в одном конкретном месте, побороть государственную вертикальку, или часть этой вертикальки. Сами тушили пожары, сами друг другу помотали, обеспечивали друг другу теплом, продуктами, чем-чем-то. В 10-м году случились знаменитые пожары в Подмосковье, там в деревне появилась у нас популярность. Да, чуть-чуть раньше. А мы еще до пожаров, тоже в 10-м году, летом, мы дошли со своей самостоятельностью, самодостаточностью. Мы довели это импичмент, то есть и совет. То есть даже в рамках тот из первого закона о самоуправлении, дошли какую-то там лазейку, сами того не понимая. Мы объявились и советуем импичмент, достаточно громкое было дело, появились СМИ, появился пиар, появилась популярность. И вот если стариков, против нас там около 100 человек, наверное, прислали, там, уполномоченные по праву человека, и правительство, и полиция, прокуратура, ФСБ, всякие клайкеры, всякие депутаты пытались его ломать. Нет, мы провели протокольные все, с соблюдением каких-то регламентов, провели все еще и объявили официальный импичмент местной власти. Потом случились пожары в 10-м году, там уже мы показали самостоятельность в тушении, в организации тушения пожаров, в помощи погоревшим, погоревшим. То есть, проявили более эффективную движуху, нежели организовывали государство, конечно. У государства там огромные ресурсы, огромные масштабы, огромные инструменты. Но в рамках своего хозяйства, у нас получалось это намного эффективнее. Раз, два, три, несколько подобных мероприятий привело к тому, что... Ну, как бы, ну, от нас не то, что отверстились, а открыто сказали, что, ребят, у вас там свое государство, у вас там система, у вас свое галлоново, свое государство на своей государственной власти. Не бумажно, а устно, в разговорах, нам нет смысла с вами конфликтовать, лучше запустить статус спор. Были попытки, конечно, продавить, были там сложности, метчатые уголовные дела заводили в свое время, там наезды были. Но, тем не менее, мы простояли и привело к тому, что создали собственную пожарную дружину, создали собственного шерифа вместо участкового полицейского, создали еще там самообеспечение, обеспечение теми же дровами. И результатом, не результатом, а богеем стало создание собственной валюты. Тоже была большая шумика в прессе, это в 2014 году, причем очень хорошо все развивалось. Я еще не знал ни о Гизеле, я не знал ни о Саимуракове, я не знал о подобных прецедентах, просто это возникло само по себе, из-за того, что у нас не было возможности где-то получить или проведетоваться свободный денег, решили выпустить свои. Мы имитировали, народ стал приобретать эти деньги, мы резко увеличили в хозяйстве объемы производства, эффективность, стала сдержаться себестоимость. В 2014 году случился кризис в Москве, не в Москве, не работали, я знаю, когда холодильники стали скупать. Оказалось, у нас воду осталась стабильной, не падала, не менялась, она была привязана к продуктам питания. Появили журналисты, стали все писать, появилась прокуратура, ОБ, следственный комитет, тоже проверялись, смотрели, улыбались, да, круто все сделано, замечательно все сделано, у вас стабильность, у вас изъедя же ситуация. Но, тем не менее, в марте, по-моему, в марте 2015 года возбудилась прокуратура смешную такую формулировку, сказала, что этими самыми клеонами мы разрушаем финансовую систему России. В первом издании сюда мы судьей посмеялись, забава, какой-то курьез. Не, на самом деле, упертая прокуратура, она продолжила настаивать, я пригласил вызвать потерпевших. Протерпевших оказался Минфин, Центральный банк, правительство России. Да, судья вызвал прокурора. А прокурор, Брадонослав, Абвежский, правительство России. Появились, но они почему-то из потерпевших стали, скорее всего, обвинители, стали обвинять опять же, стойкалионы. Было, по-моему, 7 или 8 заседаний суда, много, много было прессы. На самом деле, я не понимал, я не подсудил, я говорю, судили просто вот эти бумажки или календарики. Судили, и они ходили, даже на заседании суда тоже были судьбы журналисты. Минфин, и он сказал, что все. Я сказал, все таки признали, там было и областной суд, и операции, и Верховный суд, и суда. В конце концов мы признали, что это действительно валюта, что рубль для них не является конкурентом, но мы запретили эту форму, подведя определенные статьи о прошедничестве. Тем не менее, мы вышли, сделали ее в новой форме, перевели это все в безналичные, в криптовалюту перевели, вот такое не блокчейн, с единым источником эмиссии наше хозяйство. И удалось выбрать все там обязательства по наличной, и дальше мы ее стали пробовать уже в новых видах. Появилась опять прокуратура, вроде бы посмеялись-посмеялись, пока ничего не предъявили. И чтобы последовательно развиваться, мы изучили, наверное, полгода. В прошлом году я изучил блокчейн, понял, что такое биткоин, пытался разобраться, с друзьями связались, друзья помогли. Мы выпустили криптоколеон на блокчейн Энеркоин, делали криптоколеон, а также оставили его без волатильности. То есть изначально эта валюта была для производителей, для сельхозпроизводителей, я фермер, я кормлюсь земли, то, что вырос, или то, и покушали, стекуляции мне особо неинтересно. И мы оставили в первую очередь, наверное, без волатильности. Для тех, кто занимается производством и сельхозпроизводством, понимает, что беда для всех производителей, это волатильность рубля-доллара, биткоин, неважно, нам нужна стабильность. Если будет стабильность, будет стабильность. Поэтому мы привязали клеоны и криптоколеоны, привязали все-таки к более стабильной субстанции, как продукты питания. Ну, говоря, там привязали к яйцу, к клеону, к яйцу, мясу, молоко. То же самое криптовалюта. Более того, дальше развитие пошло. Мы сделали свое интегрирование хозяйства, получаем среду, создали свою архитектуру, создали свой проект. Получили дополнительные возможности для инвестиций. Успешно все заработало. Проект уже, по-моему, три года. Три месяца всего. Но буквально за первые несколько дней мы закрыли желающие, за три дня объявили желающие, кто будет участвовать в этом проекте. Через неделю стали продавать. За три часа мы прекратили прием уже продаж акций своих клеонов. Обеспечили себе регулярную, как бы сказать, источник финансирования. То есть ни банковские проценты, ни заемные средства. Ни банковские заемные средства, ни заемные средства. Мы сами напечатали эти деньги. Люди стали покупать. И там несколько видов у нас акций, которые позволяют нам не обращаться ни к государству, ни в коммерческие структуры. Отвечать производством тех продуктов, которые мы самостоятельно производим, отвечаем на их наполнение. Вот такая у нас стадия развития произошла. Мы доказали неэффективность государства. С государством установили, с местными властями, с региональными, отчасти персональными, может быть, и с федеральными. Установили некий статус-кво. Они нас не пробуют, и мы не мерзчиваемся. Мы исполняем часть функций, которые государство должно было бы исполнять. Они отказались от конфликта. И вот эта схема, она оказалась на самом деле результативной. Мне нравится. Она позволяет развиваться. Государство от нас таки получает в виде, то есть мы не вышли из правого поля, мы ушли по некой тропинке самостоятельно. Но тем не менее, государство так или иначе от нас получает определенные возвраты в виде безопасности, экологической, пожарной безопасности. Видим, часто я выращиваю деревья, высаживаю деревья и в райцентре, и в многих областях, в подмосковном лесу, в Москве. Это мои подарки, мои подвестиции. Мне это нравится. С другой стороны, нас не трогают. Ну и слава богу. По поводу, сразу скажу, что это временно и со мной это связано. Скорее всего, многие, мне так часто на разговоре, конечно, никто там с микрофона не скажет, что это правильно. Но многие, причем очень высокие там ВИПы, они говорили, что в общем схема правильная. Ты исполняешь функции на территории, ты исполняешь там социальные функции, функции безопасности, функции производственной, функции развития. Если бы такие были прецеденты, вряд ли это будет массово, но с другой стороны, они поприветствовали подобное. Бульдозерами все это рушить, я не думаю, что если это огромный, конечно, рак, если все люди станут независимыми, откажутся от услуг государства, услуг банков, конечно, будут там бульдозеры, война насчет. Ну, по крайней мере, локальные маленькие наши деревья, нас пока не трогают, там это нравится, мы остаемся и будем оставаться независимыми. Вот, и еще одна минутка, создав свой проект в блокчейне, создав свою валюту, мы не останавливаемся, мы ее продолжаем в развитии. Вот, буквально сегодня, пока во время регистрации, начала слушания, мы еще на коллекте придумали новый проект, тоже блокчейн, тоже инструменты инвестиций, продаж. Я даже здесь готов его озвучить, это некий такой теплоколеон, если у нас там разные колеоны связаны с продуктами, сейчас колеон связан с теплом, с энергией. Интригу мы сохраним, буквально, платформу сейчас придумали, но в течение двух-трех недель нам нужно технически исполнить, там создать вот эту бумажку, бумажку, тоже на базе Верхуэна, удобного блокчейна, мы создаем, продолжаем развитие, и если готовы, если у кого-то есть там желание создать какую-то такую понятную, красивую, простую схему, не виртуарно, не в виде идей, а практически, нажимая кнопки, ну и как у Зоцкого, готовы, как там, с вилами и граблями, берешь кубеками, выбравим дефект. То есть мы готовы к развитию, у нас такая свобода, динационно, приезжает много друзей, и мы стараемся эти идеи доводить все-таки до реального проекта. Спасибо большое. У нас есть где-то 20 минут на вопросы, да, пожалуйста. Хотел поинтересоваться, вот вы озвучили свою основную на сегодня оборонительную стратегию, это летать ниже уровня радара, вот пока мы сидим в пределах одной деревни, нас особо не трогают. Но дальше тут же рассказали про то, что собираетесь вести экспансию, теперь вот на рынок тепла. Вот, соответственно, хотелось бы понять ваши примерно прогнозы, в какой момент на вас-таки наедут, серьезно посадят за мошенничество или еще какую-нибудь статью, и что почему можно противопоставить? Ну, основной инструмент, личность, основная защита от моей публичицы, то есть то, что мы делаем, мы это делаем всегда открыто. Каждое наше мероприятие, оно, вот, я назову, в этом году мы вместе с лесным комитетом, зеленая подворительская организация, из Кремля доставили елку, делали из нее скворечники. Ну, красивый, красивый проект из Кремля, делали скворечники, люди, ну как, самостоятельно. Ну, как, ну, глава района подумает против Кремля, правда, хрен это, а чего у него там с Кремля связано? Может, у него там с Кремля какие-то поделки. Второй проект проект, мы стариков обеспечиваем дровами. Ну, тоже вроде бы, ну, грех на такую... Продолжение следует...